Универсионизм против исламизма и глобализма Израиль должен замахиваться не меньше, чем на переустройство мира, на превращение его в храм, не насилием, но трансформацией себя самого в образец, в ковчег завета внутри этого храма, в магнит, вокруг которого хаос металлической стружки выстроиться в космос. Главная задача израильской теополитики — объяснить Западу духовную суть происходящего в мире конфликта и духовно возглавить его в этой борьбе. Суть конфликта — в столкновении двух порочных путей, проектов, в кавычках, объединения мира. Как в XX веке столкнулись два мчащихся в тупик паровоза, коммунизм и нацизм, так сейчас столкнулись исламизм и глобализм. Идеологический тоталитаризм Востока с его мечтой о всемирном халифате против морального релятивизма Запада с мечтами о мире, как, кавычки, «сети гостиниц», кавычки. Суть этих обоих, кавычки, «путей к благой цели всемирного согласия», кавычки, это путь Вавилона, ибо ведет он к единству через тотальное подчинение части, а не целому. Подчинение сфере или иррациональной, или рациональной. В первом случае это подчинение стихии насилия и жажде смерти, рядящейся в бурнус, подчинения пророку. Во втором случае стихии рынка и потакания пророку, выгоде, которая, как наивно полагают либералы, может купить отказ от дьявольской веры. Сегодня Израиль оказался зажат между этих двух огней лишь потому, что в нас самих есть их зерна. Обрядоверие ортодоксов и неверие либералов. Поэтому ради собственного спасения и ради спасения мира Израиль должен показать третий, истинный путь к единству наций, универсальный сионизм. Путь свободного осознания всем социумам, духовных законов и добровольного выбора следовать им. Этот путь Иерусалима есть вычленение и гармоничный синтез здоровых семян, похороненных в страшных искажениях ислама и глобализма. Именно Израиль может и должен первым создать социум, в котором стремление к коллективной святости и общему святому делу соединиться с индивидуальной творческой свободой и святостью жизни и прав индивидуума. Другая стратегия борьбы с исламизмом, а именно неоконсерватизм, этого синтеза предложить не может, и поэтому проваливается. Продолжение следует...